друзья мои всем добрый день сегодня 20 декабря воскресенье вечер ну немножечко пообщаемся давно меня не было но и особо снимать нечего друзья мои покажу сейчас и устому свою в этом году что-то у меня не клеится друзья мои вот и устома выглядит вот таким вот образом не знаю вы видно не видно в общем короче маленькие маленькие растенец и посмотрела по прошлогодним видео вы знаете уже на 18 число также я селила уже у меня было четыре листочка но пока вот по два и в этом году не все устома у меня зашли не стопроцентная всхожесть была в прошлом году все все всходило что посеяла то и взошло но в этом году вы знаете я что думаю потому что значит семена были кое-какие прошлогодние плюс вот эти семена такие вот в таких пакетиках непрофессиональных ну что-то вот где-то у меня порядка 70 процентов зашло но так и слава богу но на сегодняшний день опять же я хочу сказать что растут то не очень но время у нас сами понимаете еще предостаточно поэтому пусть потихонечку растут я их уже подкормила кальциевой селитрой под роликом я оставлю ссылку на ролик где у меня все подкормки расписаны я посмотрела практически отходить от этого списка я не буду именно точно так же я буду и подкармливать поэтому там можно сделать скриншоты посмотреть и все на этом значит с иустомами будем ждать пусть растет потихоньку так друзья мои колокольчики колокольчики тоже были в посеяны 27 ноября но надо чтобы они у нас выросли как следует потому что мы будем формировать стричь и посеянные они были значит вторфа кекела финский но я хочу сказать что на сегодняшний день посмотрите вот то есть меньше месяца от посева растения выглядят прекрасно такие зелененькие хорошенькие и видно хорошую корневую систему сейчас где-то тут прям очень такие белые толстенькие вот корешочки хорошие значит что я с ними дело я их один раз подкормила тоже кальциевой селитрой немножечко и второй раз я уже дала им 13-40-13 плюс янтарная кислота как земелька пересыхает так я значит и поливаю стоят они под лампами так как иустомы нас должны стоять обязательно под лампами иначе они развиваться конечно вообще не будут но вот это вот так вот по растениям вообще хочу сказать что значит посеяла я еще питунья бегунью ну что хочу сказать ну как бы семена все у меня были прошлогодние еще всходят очень 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 плохо даже не знаю в чем причина но в общем с прошлым годом не сравнить или может быть я сеяла тогда где-то этот самый февраль месяц ну вот сейчас вот придут свежие семена я попробую еще раз посадить и что-то мне кажется что в этом году мы своими немножечко так сказать помучаемся связи с тем что импорта сильно было немного видимо нам паковали и продавали семена в общем ну не будем загадывать друзья мои не будем загадывать вот ну я то что хотела вам сегодня еще рассказать сестра мне распечатала вот такую вот статью f1 не едим насколько безопасны гибриды чем они отличаются от сортов такая вот на двух листочках статейка я думаю что информация будет интересно мне она была очень интересно и нужно так что друзья мои сейчас я вам быстренько это тут все зачитаю так последнее время среди дачников вдруг активно поползли слухи что гибриды f1 есть нельзя и они чуть ли не угроза для здоровья и только сорта можно выращивать без опаски и как именно делали наши предки что же на самом деле действительно ли гибриды таят себе такие риски разумеется это неправда главное отличие друзья мои сортов от гибридов сортов от гибридов это стабильность характерных для растений признаков то есть сорта сохраняют признаки при пересели семян семян от полученных плодов а гибриды не всегда сами все это мы прекрасно знаем ну так вот оказывается как получают гибриды тут все очень просто в плане схемы но очень трудоемко и кропотливо может быть поэтому друзья мои они у нас стоят так дорого то есть мы берем два томата назовем их иван и мария и скрещиваем скрещиваем эти томаты получается у нас какой-то плод от этого назовем его аленушка назовем его аленушка вот это и будет у нас гибрид f1 то есть нам нужно что иван и мария мы скрестили получилось аленушка f1 то есть это нужно проделывать каждый божий год чтобы здесь дальше не распадалась на какие-то там еще семена то есть трудоемко вот а как же получают сортовые семена и сорта то же самое то есть первый год мы берем значит тоже два томата иван допустим и мария берем пыльцу опыляем пестик у марии будем так говорить вот и получаем аленушку f1 значит получаем аленушку сажаем на второй год и получаем вот эти семена аленушки вот и дальше уже третий четвертый пятый до шестого года здесь в процентном соотношении то есть посадив эту аленушку на третий год мы знаем что у нас гибриды это самое некоторые у некоторых получаются а у некоторых так сказать что-то совершенно непонятное получается так что 20 процентов уже будет от аленушки на третий год на четвертый год 50 процентов остальное будет значит иван или мария или вообще 30 процентов ничего на пятый год 80 процентов аленушки и уже шестой год шестой год высаживая этот же все эти же томаты друзья мои получаем стопроцентные уже сортовые семена то есть видите такой довольно таки длинный процесс вот и ну и что в результате как вы можете видеть что что здесь что здесь это практически одно и то же только в этом случае во втором когда сорта делают а значит за шесть лет она становится это аленушка чуть ниже ростом плоды стали чуть мельче вкус немножко потеряли вот и потеряли также устойчивость к болезням в результате этого вот но вроде все просто просто все понимаю не знаю как сказать то есть то есть со временем все вот эти теряют гены от родителей от родителей и ну остаются какие-то сортовые у нас особенности вот этого ну что я хочу сказать что в принципе в принципе как бы ну ничего страшного что сортовые томаты что что гибриды и может даже еще и и лучше что при наших таких условиях и экологии я считаю что гибриды можно нужно сажать и без них мы никуда но на основе этого друзья мои пришла мне такая знаете тоже мысли насчет вот манга джанга допустим многие очень позапрошлом году приобрели манга джанга такой по описанию очень хороший томат но на следующий год вырос у кого-то все-таки вырос а у кого-то там вообще у меня были такие пальчики небольшие кусты были 70 сантиметровые кто-то писал что у них вообще черри выросла то есть значит видимо биотехника поторопились и вот это по четвертому году вот эти 50 процентов они нам продали мы высадили и у нас получилось у кого-то значит манга джанга у кого-то вообще бог знает что выросла значит было много нареканий они видимо сняли их с производства и стали дорабатывать вот у света мне подарила семена манга джанга светочка то есть у нее он попал нормально значит и и я уже посадила и считайте у меня как бы это шестой год и то есть у нас уже сто процентов семена идут именно манга джанга и уже в этом году встречалась и биотехника тоже опять начала продавать эти семена то есть видимо они довели его до ума ну что можем посмотреть всю эту теорию в практике на черри сакура я в этом году много собралась семян с черри сакура прекрасный томатик и очень многим я тоже отправила эти томаты семена этих томатов вот я думаю что в конце лета напишут у кого же все таки получились именно вот эти черри сакура потому что мы знаем что это должно быть вот у кого может быть что-то другое выросло тоже очень интересно я я сеять свои семена не буду потому что у меня во-первых места мало и во-вторых значит у меня есть семена черри сакура также в этом году появились в разных фирмах и были все удивлены мазарини вдруг был сортом и вдруг пожалуйста стал значит гибридом ну по всей видимости не то семена закончились не то они захотели захотят обновить значит эту этот сорт поэтому вот из произвели такую видимо манипуляцию каких-то два определенных прародителя опять скрестили и продали именно гибридом чтобы народ собирая потом вдруг не получится что-то ну было ясно что тут они поступили по-честному видимо а дальше может быть точно такой же будут процесс проходить и опять значит какой-то новой мазарини делать так это мои мысли друзья мои так что можете прислушиваться можете не прислушиваться вот ну статья это довольно таки я считаю что тут все доступно написано и по-моему многое теперь объясняет связи с этим также в прошлом году у меня был в этом году я посеяла перец пломбиры тоже в прошлом году собирала с гибридов семена пломбиры вырос один в один а вот клавы друзья мои то есть кустик был совершенно там он и во-первых где-то до метр тридцать вырос ну видно так сказать расщепилась вот на этом семечке это этот гибрид ну вот что я хотела рассказать вам по гибридам будем наблюдать за нашими также этот red pair я тоже собирала семена и много отсылала вот потом у нас когда я будем смотреть семена эти растения в теплицах вот жду от вас комментариев у кого же что выросло черный крым это сортовой томат что там еще было вот манга джанга это я думаю сто процентов вырастет вот и ну еще там всякие что что собирала делилась ну вот друзья мои спасибо за внимание всем хорошего вечера до свидания